Пришлось остановиться в гостинице, потому что врач наш уехал, не успели мы с ним пересечься. Нас отправили в одну гостиницу, металлист, но врач не знал, что уже она давно не работает. Нам люди подсказали ближайшую еще одну гостиницу, которая возле больницы, по более приемлемой цене, и мы вот здесь сняли на ночь. Там все тут чистенькое. Пошли мы за вещами. С больницей не сложилось, будем сегодня ночевать в отеле Ан-2. Сейчас мы проведем ревизию нашего номера. Леша побачив лифт. Есть греческий, Саш. Если еще хочешь, то ты... В вторник всегда? Всегда? В вторник. Нет, там не помню. Какой у нас? 507? Какой? Мы зашли номер. Запах. Как будто кто-то насрал и забыл всмыть. Да, запах там просто гоняется. Запах и запах. Есть душ. Ой, мыльно-рыльные. Это мы... Они пустые. Сеточки. Шампунь. Мыль. Фен. Продезинфиковано. Кулечек. Халатики есть. Зеркало. Такой вот номер. Мы уже окно откроем. Пусть проветрится чешу. Что у нас такие банищи. В принципе, нормальный. Так нормальный, да, номер? Ну, так. Краевые такие, правда. Что, будем стоять в окно смотреть. Что-то у нас есть водичка. Джерело. Чайничек маленький. Краевые такие у нас будут в новой квартире. Выходите. Пультаж 2. Это что, пить нужно заказать? Наверное. Это мини-бар, да? Да, у нас денег стоит. Ну, давай хоть откроем, посмотрим. Давай откроем, пожалуйста. Попивай. О! Так смотри. Давай мерзавчика. Водочка. Пивасик. Водичка. Хугарден. 60 полерей. КОНЬЯК. 60 полерей. КОЛА ПОПСИКОВА. Тоже, так и останется. Чернижевская пивасика. 60 полерей. Что, пошикуемся, а не сидим. По сникерсу. По сникерсу. По сникерсу. По сникерсу. По сникерсу. Пивасика, смотри. Орешки, аж одна штучка. 20 полерей. Так, ты мне скажи, что там нам надо. Надо шутить за сумками, наверное. Сейчас посмотрим. Халаты есть. Тапочки есть. Ну да. Мыльно-рыльные есть. Ну да. Зубы почистить можно было бы. Ночнушечку я бы взяла. Можем открыть, в руках что-то взять. Угу. Это здесь. Ну, канализация, понял? Воняет, канализация. А это когда... Нет, это это. Лампочка. Зубная паста есть? Вид из окна. О, жесть. Всё. Ой, класс. Как прикольно, миниатюрочка такая. Ой, прям аж не хочется едва. Симпатично. Вот тапочки. Часто один. Тапочки. Были три. Гостиница Ан-2 в Харькове. Та-да-дам, та-дам. Всё, мы уже здесь расположились. И сегодня мы будем ночевать тут. А завтра с утра поедем. В Киев. В Киев. Да, завтра с утра уже поедем в Киев. Съездим на консультацию к врачу и обратно. Тапочки я уже надела. Тут можно, прошу не беспокоить. Меню есть. Нет, менюшки, видишь, едва. Небольшое. А это то, что есть в мини-баре. Не курить в номере. Два стаканчика, две чашечки с блюдцами. Кофеёк. Нет, это чай. Чаёк можно. Маленький чайничек. Кресло. Телевизор. Гранусник. Ага, градусник. Часики. Люстра с вентилятором. Тело. Давай, начинай. Вот так вот надо кружить его, и она будет гонять воздух. Но есть еще кондиционер. Такая мини-батарейка. Батарейка. Мини-батарея в углу. И вот. Где мини-батарея под окнами? Люша ищет меню ресторана, который вон лежит. А что это такое? Разнакомительное вообще. Абдарейка. Это что, было чем ночью заняться? Приветствую. И благодарить за вашу выбор. Все так чиненько и благородненько. Прайс. Полочка стеклянная. 200 гривен. Фен. 200 гривен. Стакан. 60 гривен. Если с собой спионерил, что-то, да? Брюнце. 50 гривен. Телевизор. На влачках. Матрас. 1400 гривен. На матраснике. 500 гривен. Мусорное ведро. 100 гривен. Сейчас. Вот это будем выносить прям. В туалете два комплекта. Халат 400 гривен. Халат 400 гривен. Ну ужасно обоняет канализацией. Капец. Да это не канализация. Ну, сюда зайди и понюхаешь. Это чини это. Фен. Мне нравятся вот эти штучки маленькие. Это зубная паста. Маленькая. И щеточка. Такое мыльце. Я уже копытцем. Перевелываю. Плюс-то не чуток. Вот такой вот наборчик. Прикольненько. Такая маленькая зубная паста. Я еще не видела. Прикольно. Вот так вот. Свечина и благородна. И марка отеля. Ман-2. Нет, Леша, это не канализация. Это так, запах. Как будто кто-то напердел и убежал. В истерике от этой вони. О, телефон. Кого будем звонить? Там только на ресепшен. И в ресторан. Там в ресторане. Ну, вот такой вот, в принципе, номер. Маханьки. Капец, что это за звуки. Доброе утро. Вообще непонятны какие-то звуки. Шумоизоляции вообще никакой. Гоня вроде бы как прошла. Или мы уже к ней привыкли. За вот этой стенкой туалет. А вот внизу это тупо дырка, которая соединяет туалет и эту комнату. Из-за этой дырки все запахи сутают в туалет. А еще есть и такое чудо техники. Это называется люстра. И вентилятор. Сейчас я вам покажу, как этот вентилятор работает. Надеюсь, что обойдется все хорошо. Не покажу. А, вот. И посмотрите на эту люстру. Опасная конструкция. Такое ощущение, что люстра вообще отвалится. Не знаю, как тут летом включают. Может, оно просто для красоты. Чтобы видно было, что он есть. Ну да, воздух только что прогонял. хорошо. Да, опасно. Все-таки его включать, потому что может отвалиться люстра. Пока умерли такое ощущение. Так, на часах без 10 и 9 уже пора собираться и ехать в больницу. Вот. Леша уже позавтракал. Я не завтракала, потому что думаю, мне надо сдавать кучу анализов. Кстати, водичка на столе это комплимент от отеля. Естественно, мы этот комплимент тоже с собой заберем. будем сейчас сдавать одеваться. Такое вот доброе утро. А, да, Леша первый раз за долгие годы позавтракал, что тоже радует. Так как он у меня завтракает с сигаретами и кофе, а это в отеле полноценно позавтракал. Может, начнет кушать, начнет поправляться. Ну что, буду собираться. Лиса болит и будем бежать. Вот, естественно, забираем с собой рыно-мойный. Все. Побежали, да? Все, уже пора. Спасибо этому дому. Пойдем мы к другому. Пока. Вот такой тут ключик. Раз, электричество выключается. Все. И по красной дорожке на выход. Отдышите или вот так вот выглядит Ан-2. Он тут во дворике. Так вот заезжайте. Тут стояночка. А какая тут улица? Немер 8. Ну, берете навигатор. Ан-2 в Харькове. Все, ребятки, мы поехали. Пока. Какое солнышко. Сильнее, да? Ух-хм. alingско. Продолжение следует...